Южнокорейские онлайновые ролевые игры. Как много в этом звуке для сердца русского сплелось. Впрочем, линейку, Рагнарёк, Гилд Уорс, Айон и другие достижения южнокорейского игропрома любят и знают, разумеется, не только в России. На сегодняшний день Южная Корея остаётся мировым лидером по производству онлайн-вых РПГ. Объём этого рынка здесь превышает 3 миллиарда долларов, и он продолжает расти. При этом страна вот уже 20 лет хранит верность именно компьютерным играм. Приставки в Южной Корее намного менее популярны. Связано это с тем, что в своё время, в начале 90-х прошлого века, в стране прокатилась настоящая истерия вокруг слухов о возможном влиянии консольных игр на приступы эпилепсии и возникновения других болячек. После этого правительство поспешило ввести строгую систему возрастных рейтингов, и уже через год от бурно развивавшегося рынка видеоигр остались руины. Примерно в те же годы корейцы начали активно разрабатывать свои игры, в основном онлайновые, для персональных компьютеров. В 90-х компьютеры стали в Южной Корее ведущей игровой платформой, сохраняя доминирующие позиции и по сей день. Конечно, у южнокорейских ММО есть своя специфика. Кто-то скажет, что, мол, там нет нормального сюжета, а весь игровой процесс завязан на гринтефарм, на бесконечную шинковку монстров. В то же время, именно они всегда славились своей графикой, стилем и инновациями. Именно благодаря им мы научились, например, справлять виртуальные свадьбы и использовать нон-таргет-систему, предоставляющую полный контроль над персонажем. Кроме того, большинство корейских игр распространяется по условно-бесплатной модели, и это тоже одна из причин их популярности. Lineage Lineage — одна из первых южнокорейских ММО-РПГ, получивших массовое признание. Игра вышла в январе 98-го и быстро стала самой популярной в стране. Внешне первая Lineage была похожа на Diablo и Ultima Online. Это была изометрическая РПГ с прокачкой, подземельями и сражениями между игроками. Правда, за пределами Южной Кореи игра была не особенно известна. Чего не скажешь о сиквеле, Lineage 2, который компания NCSoft выпустила в 2003 году. По данным на 2007 год, в неё играли более 14 миллионов человек. На момент своего выхода, Lineage 2, созданная на движке Unreal Engine, была едва ли не самой красивой онлайновой игрой. К тому же, она реально объединяла людей. Особый упор был сделан на социальную составляющую, и игрокам приходилось создавать группы и партии, чтобы уничтожать особенно сильных врагов. Несмотря на то, что в игровом мире отсутствовал глобальный конфликт, здесь была очень развита система сражений между игроками, объединявшимися в гильдии. Гильдии постоянно воевали друг с другом и устраивали настоящие осады замков, принадлежавших тому или иному клану. Нападения на других игроков были столь распространены, что разработчикам пришлось вводить систему штрафов и даже блокировать тех, кто слишком часто и немотивированно портил жизнь ближнему своему. Рагнарёк Онлайн В 2000 году вышла игра, которая быстро приобрела культовый статус и повлияла на весь жанр в целом. Составляющих успеха Рагнарёк Онлайн несколько. Во-первых, это необычная игровая вселенная. Игра была основана на германо-скандинавской мифологии. Кроме того, отдельные локации были стилизованы под мифологию разных стран, включая Германию, Корею, Японию, Россию, арабские и английские сказки. Во-вторых, выглядела она очень стильно, что называется кавайно. В её основе лежала популярная корейская манхва, аналог манги. В-третьих, игра одной из первых предложила систему постоянного обновления и дополнения контента. Те выходили примерно раз в 3-6 месяцев. В-четвёртых, в Рагнарёк Онлайн использовалась интересная система профессий, позволявшая получать вторые, третьи и даже особые экспертные специализации для персонажа. Наконец, игра действительно была массовой. Сочетание 2D и 3D графики позволяло без лишних нагрузок на систему одновременно отображать на экране целые тучи игроков. Поэтому тут особой популярностью пользовались полноценные войны между гильдиями. А ещё, именно в Рагнарёк Онлайн впервые можно было устраивать виртуальные свадьбы и даже заводить детей, усыновляя кого-нибудь из игроков. При этом вся семья получала разные бонусы и специальные умения. В 2013 году вышла вторая часть, но она так и не смогла превзойти по популярности первую. Корейский сервер не просуществовал и двух лет. Guild Wars В 2005 году ArenaNet и NCSoft выпустили игру, которая также очень сильно повлияла на весь жанр. В Guild Wars были все составляющие успешной онлайн-врпг. Несколько огромных континентов, множество больших и малых городов, где вас тут же заваливали различными миссиями и квестами, подробная ролевая система, 10 профессий, рейдовые походы с особо крутыми шмотками, плюс красивая графика, эпичный сюжет, который расширялся с новыми дополнениями, интересная система морали и титулов, а также возможность нанимать к себе в партию специальных героев и наёмников под управлением искусственного интеллекта. Но при этом здесь, в отличие, например, от World of Warcraft, не было абонентской платы, а сама игра делала особый упор на сражение между пользователями. Можно было сразу создать персонажа максимального 20-го уровня и с головой погрузиться в мир боли, унижений и злорадства, то бишь в PvP-битвы. Таких игроков запирали на специальном острове битв, где им предлагали массу возможностей для удовлетворения своего инстинкта убийцы, включая войны гильдий и альянсов. Что интересно, игра настолько отличалась от ММО того времени, и PvE-зоны — это исключительно инстинсы для небольших партий, и PvP больше похож на какой-нибудь киберспорт, что авторы решили не путать любителей более привычных развлечений и сменили жанровую классификацию, придумав для своего творения аббревиатуру CORPG, расшифровка которой на русский переводится примерно как «соревновательно-кооперативная онлайновая ролевая игра». Guild Wars получила огромную популярность. К 2009 году было продано 6 миллионов копий игры, и, кстати, работает она до сих пор. Requiem Online В 2007 году мы увидели едва ли не первую онлайновую RPG в стиле хоррор. В Requiem Online была реализована смена суток. Ночью на охоту выходили особо кошмарные монстр-мутанты, игроки рвали чудищ и друг друга на кровавые ошмётки и периодически превращались в настоящих зверей. В общем, мурашки, волосы дыбом и мороз по коже. И рейтинг соответствующий — 16+. А в последних версиях он даже вырос до 18+. События игры разворачиваются в мире, где смешаны готика, фэнтези, киберпанк и постапокалипсис. Мир этот, понятно, раздавлен и умирает в результате ужасной катастрофы, расколовшей целый континент на части. Четыре расы кое-как выжили, и учёные придумали, точнее создали с помощью генной инженерии, для каждой из них этаких защитников — темперионов, наделённых невероятной силой и выносливостью. За них мы, собственно, и играем. В Requiem Online есть всё, что и в других онлайновых RPG — квесты, прокачка, разнообразные классы, ездовые животные, масштабные сражения между игроками и так далее. Но мрачная кровавая специфика, конечно, накладывает свой отпечаток. Каждый игрок действительно может превращаться в зверя. Для трансформации нужно потратить специальную энергию кровожадности. В форме зверя мы получаем повышенную силу, особые умения и возможность носить собственную броню. Но при этом у каждой из четырёх раз своя форма зверя, которые отличаются между собой внешним видом и характеристиками. Ну а режим кошмара во многом предвосхитил аналогичные ночные приключения в таких играх, например, как Dying Light. В тёмное время суток появляются особенно жуткие создания, но и награды за их убийство круче. R2 Online Через год вышла ещё одна примечательная игра, в которой вы также можете принимать неестественные формы. Но в R2 Online работает это несколько иначе. Здесь впервые в истории жанра персонаж может перевоплощаться в различных монстров, получая после этого характеристики и особенности поведения выбранного существа. То есть, условно, бежите вы по своим делам, видите агрессивно настроенного мишку 25 уровня, перевоплощаетесь в него, и, соответственно, теперь вы медленнее передвигаетесь, но зато получаете повышенную силу, а также способность жрать малину, лопать мёд и сосать лапу. Шутка. После перевоплощения действительно меняется скорость передвижения и атаки. Увеличивается максимальный уровень здоровья, маны и переносимого веса, но некоторые трансформации, понятно, накладывают ограничения на использование предметов. Будет странно, если тот же мишка вдруг возьмёт в руки меч-кладенец и начнёт рубить всех направо и налево с криками «За Родину!». Но самое интересное, после перевоплощения некоторые агрессивные монстры не станут нападать на вас первыми, потому что будут считать вас сородичем. Примерно то же самое действует и в сражениях между игроками. Пока на вас висит эффект трансформации, соперник не сможет узнать, кто собственно перед ним находится, друг или враг, какого он класса и какие шмотки на нём. В целом же, R2 Online во многом похоже на Lineage и также делает особую ставку на тотальные свободные сражения между игроками. Здесь отсутствуют какие-либо враждующие государства и королевства, поэтому везде и всегда, вне пределов городов, игроки могут спокойно резать друг друга. Как и в Lineage, после смерти есть большая вероятность потерять вещи и амуницию, причём с самого персонажа тоже. Понятно, что за убийство игроков вы теряете рейтинг, а поднять его снова можно только за счёт убийства монстров. В игре есть битвы гильдий и командные бои, осады, а также специальные сражения за контрольные точки и крепости. R2 Online работает до сих пор, в том числе и в России. Атлантика Онлайн В 2008 году вышла ещё одна новаторская, во многом даже инновационная корейская ММО-РПГ. Во-первых, в Атлантика Онлайн используется пошаговый режим сражений. Все действия в бою имеют свою стоимость в очках инициативы. Во-вторых, здесь можно и нужно привлекать на свою сторону наёмников. В драке на вашей стороне могут участвовать до 8 солдат удачи, а те, кто не участвует, сидят в резерве в доме игрока. Наемники, понятно, различаются по степени крутизны и более сильные становятся доступны по мере роста уровня персонажа. В-третьих, в Атлантика Онлайн используется интересная система обучения, позволяющая передавать свои навыки и знания друзьям. В-четвёртых, игра одной из первых реализовала возможность самостоятельно создать практически любой предмет, используя для этого соответствующие материалы. Наконец, тут можно даже управлять городами, развивать их, строить здания и заботиться о жителях. В отличие от других игр этого жанра, в Атлантика Онлайн основная доля PvP приходится не на массовые побоища, а на турниры Свободной Лиги и Лиги Колизея. Это такие соревнования, которые автоматически запускаются каждые три часа, и всё это происходит в мире, очень похожем на земной. В нём, правда, сохранились атланты, а игрокам в итоге нужно раскрыть секрет гибели Атлантиды. Айон Айон от той же NCSoft вышла в 2009 году и стала на тот момент едва ли не самой красивой онлайновой РПГ. Ведь здесь используется модифицированный движок CryEngine, причём дело не только в самих технологиях, но и в дизайне, в работе художников, которые создали два непохожих мира в игре. Один, условно светлый и яркий, напоминал эдакую Пандору из Аватара с гигантскими деревьями и огромными грибами. Другой же, условно тёмный, предлагал взору мрачные пейзажи, пустыни и ледяные пустоши. Вы уже наверняка догадались, что стало причиной такому разделению миров. Айон предложила играть за две диаметрально противоположных расы. Одни, элийцы, живут как раз в местной Пандоре, в Элиусе, где светло и ярко. Их столица — это парящий в небесах Элизиум. Другие, асмодиане, пытаются выжить в мире льда, мрака и пепла. Соответственно, первые выглядят как ангелы во плоти, а вторые как исчадие ада. Но это не значит, что тут прямолинейное разделение между добром и злом. Мотивы и идеология у каждой из рас куда сложнее и глубже. Ведь когда-то все они жили в мире друг с другом и принадлежали к одной расе. Но потом на планете случилась кровавая война с местными драконами, балаурами. И в результате разрушительного катаклизма планета просто раскололась на две вышеописанные половины. Между двумя мирами находится местная бездна, где разворачиваются эффектные сражения между представителями двух рас, а особую зрелищность им придает возможность использовать в бою крылья, что открывает массу интересных тактических приемов и их комбинаций. К слову, способность летать едва ли не главная особенность игры, ставшая визитной карточкой Айон. Из-за этого даже некоторые ресурсы приходится добывать в воздухе. Интересно также, что коварные балауры, из-за которых случились все эти неприятности, присутствуют в мире игры, но управляют ими сами разработчики. Так они периодически правят баланс. Кроме того, здесь был уникальный по тем временам редактор создания персонажей. Благодаря туче настроек в нем можно создать какую-нибудь знаменитость, например Ди Каприо, или даже добиться максимального сходства с собой любимым. В общем, понятно, почему в 2009 игра собрала массу наград как лучшая онлайновая РПГ, и работает, кстати, она до сих пор. Последнее обновление было установлено в конце марта этого года. Guild Wars 2 В 2012 году вышла вторая часть Guild Wars, которая предложила множество интересных нововведений. Одно из главных, ключевых для всего жанра — это отсутствие централизованных зон, где вы берете и сдаёте квесты. Вместо этого игра активно поощряет исследование мира, во время которого можно запросто наткнуться на какого-нибудь фермера, лесоруба или пастуха, нуждающихся в помощи, или на секретную зону с приятными наградами, площадку для обзора окрестностей и так далее и тому подобное. Кроме того, была введена система случайных событий в открытом мире, благодаря чему даже во время банального гринда монстров постоянно что-то интересное происходит, отвлекает и увлекает, и даже влияет на весь мир в целом. Интересно, что помимо общего сюжета, есть ещё личный сюжет для каждого персонажа, формируемый при его создании. Решения, принимаемые вами на протяжении персональной сюжетной линии, прямо как в лучших играх BioWare, влияют практически на всё — на историю персонажа, на его жизнь, личный дом и взаимоотношения. В сражениях используется активная нон-таргет-система и отсутствует классическая схема «танк-дамагер-хиллер». Можно драться под водой и отбиваться от врага даже лёжа на земле, растеряв все очки здоровья. Так же, как и в первой ГВ, вместо регулярного внесения абонентской платы достаточно просто купить игру один раз. В дополнение к этому имеются микротранзакции, однако отсутствует система «плати, чтобы выиграть». Все предметы имеют стандартный набор атрибутов, которые улучшаются с уровнем вещи и её классом. Наконец, в Guild Wars 2 можно драться сервер на сервер. Это настоящая война миров, в которой и по сей день могут участвовать любые персонажи, любого уровня и с любым набором умений. Blade & Soul Blade & Soul, выпущенную NCSoft в том же 2012-м, вполне можно назвать одной из вершин развития корейских онлайновых ролевых игр, естественно, на сегодняшний день. Тут есть и шикарная графика, и мощный эпический сюжет в духе Final Fantasy, с таким же количеством красивых видеороликов, сложными взаимоотношениями между персонажами и достаточно интересными заданиями. Есть и эффектные сражения, использующие нон-таргет систему, в которых нужно грамотно комбинировать умения, блоки и особые приёмы. В наличии также система контекстно-зависимых умений, которые становятся доступны в определённых ситуациях, например, при атаке в воздухе или при обездвиживании противника. Плюс семь действительно непохожих друг на друга классов, подробнейшая и весьма экстравагантная система кастомизации персонажей и уникальные расы, одна из которых позволяет призывать себя на помощь боевых кошек, а другая напрочь лишена персонажей мужского пола. Кроме того, в Blade & Soul реализована интересная система сражений между игроками. Вы должны выбрать одну из двух фракций, это условно красные или синие. И в PvP нужно обязательно надеть костюм своей фракции, который сигнализирует для врага, что вас можно безнаказанно бить по лицу. Но точно так же достаточно просто снять костюмчик, чтобы никто уже не считал вас своей мишенью. В общем, Blade & Soul на сегодня — одна из самых популярных онлайновых РПГ. В Китае, например, в неё играют аж 20 миллионов человек. На подходе — жители России.